Это программа Сноска. Сегодня мы с вами обсудим интересный дискуссионный вопрос. Недавно на нашем телеканале выходил специальный репортаж о фудшеринге. Мы решили немного расширить эту тему. Скажу сразу, местные рестораторы, владельцы магазинов неохотно комментируют тему фудшеринга. Поэтому мы связались со спикером аж из Норвегии. С нами на связи блогер, эксперт по устойчивому развитию Елизавета Маслова. Лиза, как давно вы занимаетесь спасением продуктов, спасением еды из кафе, булочных и как пришли к этому? Активно я, наверное, этим занимаюсь года два. Впервые я об этом услышала, когда еще работала в генетике. И как-то коллеги за ланчем обсуждали, кто как спасает еду. И кто-то рассказал про сервис, где можно за небольшие деньги, буквально за 4 евро, ходить и забирать все, что в кафе осталось, в булочных, какая-то продукция, свежая выпечка, которую на следующий день уже нельзя продавать как свежую. И вот ее в конце дня все собирают. Мне очень стало интересно вообще, как это работает. То есть это был новый стартап в Норвегии у нас. И я вот так вот зарегистрировалась, то есть ты платишь фиксированную сумму всегда, это очень маленькая, то есть это 4 евро. И всегда пишут, на сколько денег вот в этом пакете будет продуктов. То есть обычно там на 20 евро. Вот. И к этой системе у нас подключены очень многие булочные, то есть в каждых районах продуктовые магазины отдают то, что, например, срок годности подходит, ну там плюс 2 дня. Ну вот остается 2 дня до срока годности. Вот. Вот. Отели подключились, чему я очень рада. И вот эти вот завтраки, где шведские столы, они тоже в конце, ну в конце завтрака, то есть это с 11 до 11.30, можно подойти, тоже заранее забронировать, подойти, забрать тоже вот какие-то, какие-то завтраки вот оставшиеся, это там йогурт и мюсли, какие-то нарезки. Вот. То есть у нас это уже все больше и больше распространено. Сейчас я вот заметила, что сейчас практически невозможно уже вот так вот вздумалось мне заказать, уже нет, то есть очень быстро разбирают. А можем ли мы вообще предположить, сколько ежегодно в мире пропадает еды? 30% от всей еды, которая производится, оно уходит в пищевые отходы. Это примерно 2,5 миллиарда тонн ежегодно. К пищевым отходам на самом деле относятся по всей цепочке производства, начиная от фермеров, то есть когда у них какой-то неурожай, да, или что-то, гниль какая-то, то есть это тоже пищевые отходы, да. При логистике, если неправильно транспортировка что-то испортилась, там помялась, да, сгнила, тоже пищевые отходы. Хранение, в магазинах то, что выкидывается, кафе-рестораны, шведские столы, где абсолютно вот даже нетронутая еда, да, которая стоит, но так она по санитарным нормам там стояла определенное количество времени в комнатной температуре, ее как бы уже нельзя подавать там заново, то есть это все выкидывается в огромных количествах. Ну и плюс, конечно, пищевые отходы вот дома, да, когда каждый что-то не доел, что-то там залежалось, завалялось в холодильнике, это все, естественно, тоже пищевые отходы, то есть очень огромная цепочка вот этого производства пищевых отходов. Я думаю, скоро нам придется всерьез задуматься о том, что ресурсы ограничены и уже по-другому взглянуть на практику спасения еды. Это не то, что в ближайшие годы, об этом уже глубоко задумываются и на глобальном уровне, и на уровне государств, и на уровне индустрии. Идет огромная работа именно с проблемой пищевых отходов. У нас недавно, ну не недавно, по-моему, два года назад в Осло открылся прекрасный ресторан, который специализируется именно на блюдах из всего, что можно было бы выкинуть, то есть там из каких-то костей, из каких-то там шкурок, из вот все что угодно. То есть у них есть именно вот не гнилое, но вот все, что вот возможно переработать, и прекрасные мастер-классы, то есть идет именно вот работа как раз в том числе и с населением. И сейчас я заметила уже на каких-то упаковках с едой уже пишут, например, там, ну вот всю эту обычную калорийность, да, и там внизу пишут такой рецепт. Если у вас вчера осталось то-то там, то добавив вот наш соус, вы можете приготовить там какое-нибудь новое блюдо. Ну, конечно, в большинстве своем никто не начнет чесаться, пока это не начнется вот именно с законодательства, с каких-то там регулировок вводиться. Но так как это огромная проблема, то бизнесы, безусловно, могут на этом как бы выиграть. То есть вот эти вот стартапы, я знаю вот что, ну вот в Норвегии и в Европе это Too Good To Go, которую я пользуюсь. В России есть Eat Me, приложение, которое работает точно так же. И Doggy Back Club, которое точно так же работает. То есть вот эти два приложения, которые тоже помогают вот так вот спасать еду. Если все же взять Россию, и не Москву, не Санкт-Петербург, а, например, наш Барнаул, насколько в провинции вообще развит фудшеринг? И развит ли он? Это может быть точечная инициатива вот от кафе, да, где вот кафе решила так делать. А это вот может быть вот такой какой-нибудь стартап региональный, который вот так же начнет этим заниматься. Я знаю, что вот в Мурманской области, откуда я родом, эту проблему тоже пытались как-то решить, но это все вот заглохло на уровне, а как людям сообщать, а кому это надо, а насколько как бы свежее должно быть, а может мы еще сможем это продать. То есть так как нет каких-то общих регулировок, и каждый там сам по себе, и очень сложно еще просчитать выгоду. То есть кажется, да я могу эту булочку черствую там трехдневную, еще там два раза продать, все нормально. То есть на самом деле это, конечно, такая отдельная бизнес-модель, которую надо следить и просчитывать. Я недавно читала, что в России развивается программа фудшеринга. Она прям развивается на государственном уровне, куда подключаются все огромные сетевики, все вот пятерочки, перекрестки, которая будет позволять не выкидывать еду, а передавать ее там фонду нуждающимся или давать по купонам малообеспеченным семьям. Это прекрасная инициатива, это вот уже шаг. То есть она направлена именно не на обычных граждан, а вот на незащищенные слои населения. Вот, и эта программа, она развивается на уровне правительства, совместно с индустриями. Поэтому как бы какая-то работа ведется. Действительно, она сейчас не в приоритете. И на самом деле фермеры, конечно, в первую очередь в этом заинтересованы, потому что там тоже глобальное потепление, но настолько непредсказуемо может влиять на урожай. Какие-то внезапные морозы. Раньше наступила весна, новые какие-нибудь там жуки активизировались, которые были в спячке, поели весь урожай. То есть фермеры очень сильно от этого страдают. И, безусловно, очень огромное количество урожая тоже пропадает, тоже идет как бы в пищевые отходы. Ну, а чем вообще опасны пищевые отходы? Казалось бы, ну, купила я несколько килограммов картошки по акции, выкинула ее. Пищевые отходы, они попадают на полигоны, да, в большинстве своем это все вывозят на свалки. Это процесс гниения. И вырабатывается, выделяется газ метан, который очень патентный, и он в том числе очень сильно ответственный за глобальное потепление. Ну, вот, например, в Норвегии, но это уже во многих странах, то есть это не только в Норвегии, пищевые отходы мы сортируем, складываем в отдельный контейнер, да, и они используются как биогаз для тех же мусоровозов. То есть мусоровозы у нас ездят на нашем же мусоре. Вот у нас такая вот цикличность получается, и это прекрасный пример, то есть у нас нет вот этих вот свалок пищевых, где выделяется метан. И все-таки, наверное, супермаркеты пока более активно присоединяются к фудшерингу, да? Потому что и отходов у них больше. Безусловно, да, то есть у них гораздо больше объема закупок, у них больше ассортимент, да, и если есть проблемы с хранением, если неправильно выставлено хранение, то, конечно, у них очень большие объемы теряются, и плюс транспортировка до супермаркета, да, она же тоже влияет на срок годности. Поэтому, конечно, супермаркеты, они в первую очередь в зоне риска. Вот, и у меня был кейс просто с супермаркетами один, и они выкидывают достаточно большое количество еды, и вот в овощном отделе, да, вот по фруктовому очень часто тоже что-то мятое, что-то уже подгнивает, и даже если они скидывают там корзину клубники, где какая-нибудь половина уже мохнатая, а половину еще можно есть, да, то есть оно все равно не самое безопасное. И кейс был в том, что супермаркет у себя, они сделали такой смузи-отдел, где они действительно брали вот эти вот уже, которые вот еще-еще там уже перезрел или что-то, и из них там же в магазине делали смузи, продавали их там каким-то там смешным деньгам. То есть для них это было, вместо того, что я выкину и потеряю деньги, я сделаю немножко проактивное действие, и сделаю новый продукт, там использую там тоже молоко или йогурт, который вот уже скоро, да, там подойдет к сроку годности, и сделаю вот еще вполне там свежий, хороший этот смузи. То есть буду продавать там не за какие-нибудь 5 евро, а за 2 евро, да. Но это все равно дополнительный, как бы, доход для магазина. Как вы думаете, вообще не зазорно ли нашему покупателю что-то выбирать у полки, например, там «Успей купить»? А я вам хочу сказать, что это зависит все от маркетинга очень сильно. То есть в России, да, с менталитетом, что вот я не буду покупать вот это на 50%, так что я не могу себе позволить свежее. Это надо просто подавать по-другому. То есть помогите нам спасти еду. Одинокие бананы, там, купите одинокий банан, станьте ему другом. То есть, ну, вот такое вот. И как бы хочется, да, этот банан сразу купите, там, не чувствуешь себя бомжом, а просто чувствуешь, что ты помогаешь этому несчастному банану. Вот точно так же. То есть сделайте из людей вот таких героев, которые действительно решают и помогают. Вот и все. Лиза, спасибо большое за эту интересную беседу. Ну, а я напоминаю, что сегодня с нами была на связи эксперт по устойчивому развитию из Норвегии, Елизавета Масла. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok